МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что в имени тебе моем, как в Барнауле отметили Татьянин День. Сотрудники МЧС России по Алтайскому краю предупреждают жители о неблагоприятных погодных условиях. На большей части региона снег метель, на дорогах гололедится, ветер западный, днем с порывами до 15-20 метров в секунду. К концу дня ожидается похолодание. В северо-западных районах до 20 ниже нуля. Из-за непогоды дорожные службы, обслуживающие федеральные трассы, перешли на усиленный режим работы. Утром на линию вышли более 100 специализированных машин. После снегопада они очищают остановочные павильоны, барьерные ограждения. Если на дороге случилась нештатная ситуация, звоните по телефону, который вы сейчас видите на своем экране. Жители блокадного Ленинграда получат по 7 тысяч рублей. Такое решение было принято властями Санкт-Петербурга в связи с 75-й годовщиной освобождения Ленинграда. В Алтайском крае на такую единовременную финансовую поддержку могут рассчитывать 220 человек. Из них большая половина проживает в Барнауле. Как пояснили в Краевом министерстве социальной защиты, чтобы получить деньги, блокаднику в числе прочих документов необходимо предоставить удостоверение о награждении медалью за оборону Ленинграда или с танком жителю блокадного Ленинграда. В течение 2019 года деньги будут поступать на банковские счета граждан. По правительствам Санкт-Петербурга устанавливается порядок осуществления данной выплаты. Разработан образец заявления. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие, что у гражданина имеется медаль, либо знак отличия. И копия паспорта с отметкой о месте жительства на территории Алтайского края. Эти документы предоставляются в органы социальной защиты населения по месту жительства. Через неделю первых жильцов Демидов парка в Новоалтайске ждут на экскурсию в квартиры первого подъезда. Эта процедура обычно предваряет официальную сдачу. Информация появилась на сайте жилищного комплекса, но сами дольщики финишной прямой не видят. Хотя бы потому, что просто не могут записаться на ту самую экскурсию. Стройки века из Демидов парка не вышло. Из 15 объектов сроки сгорели у первой же многоэтажки. Ее не могут сдать уже три года. Имя парка стало нарицательным и для горожан, и для строителей. Постоянными возвращениями к пройденным работам здесь и объясняют медленное завершение стройки. В первом подъезде еще устанавливают сантехнику, клеят обои, а его должны были заселить в конце прошлого года. Квартира Александра в четвертом подъезде, но следит он за всеми этапами. И говорит, будущие жильцы рады. Новости об экскурсии, правда, попасть на нее почему-то можно по записи. А это удается не всем. У нас есть между собой диалог с дольщиками. Пишут, что звонит целый день, не берет трубку. Я не знаю, может быть, это просто особо активных он уже на беззвучный поставил или что-нибудь. Потому что ему часто же звонят по любому поводу. Нам тоже не удалось дозвониться. А между тем, именно в рамках такого осмотра застройщику можно сразу вынести замечание. Даже если люди смогут записаться на экскурсию, пройдет она только для жильцов первого подъезда. Это 77 жилых помещений. А всего квартир в доме 765. О перспективах остальных говорят просто. Сдадим в этом году. Второй и третий подъезд обещают сдать в феврале, в конце марта остальные. Но это в планах. Сдачу первого подъезда может затянуть и еще один факт – ремонт. Как минимум 20 дольщиков, по словам Александра, заплатили за квартиры с ремонтом. Его в доме сейчас нет, утверждает мужчина. И вопрос о компенсации не поднимался. Осмотр квартир Демидов парка назначен на 4 февраля. В теории заселение происходит через несколько дней. Вот что будет на практике – вопрос открыт. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Совсем скоро рубцовчане рискуют столкнуться с дефицитом общественных парных. Здание, известное на весь город Южной Бани, уже несколько лет находится в аварийном состоянии. И непригодно для приема посетителей. Восстановить или снести? Эти вопросы решали на выездном совещании представители владельца бани, администрации Рубцовска и городские депутаты. Южную баню, или иначе говоря, банно-прачечный комбинат Рубцовска, помнит все старшее поколение города. Здание уже разменяло восьмой десяток. Несмотря на свою популярность в прошлом, вот уже несколько лет помещения комбината пустуют, а интерьер изрядно обветшал. Определить дальнейшую судьбу здания чиновники решили прямо на месте. По словам председателя Совета депутатов, примерная стоимость реконструкции оценивается в 21 миллион рублей. Изыскать эти средства придется в бюджете на 2020 год. Плюс 2-3 миллиона на проектную документацию. Правда, при этом пострадают другие сферы, требующие финансирования. Вы понимаете, что это будет очень тяжело. Отнять мы можем долго. В образовании, в культуре, в спорте и в ЖКХ. Все, больше нет. У нас наш бюджет, вы знаете. Южная баня находится на балансе центрального рынка, в ведении которого имеется еще одна муниципальная парная. Содержать оба здания для владельца невыгодно. Депутаты же считают, что баня – социально значимый объект, который нужно сохранить. Причем ремонт можно сделать и дешевле. Несчастная баня. Я не верю вот этой цифре 21 миллион. Давайте все-таки немножко к народу повернемся. А вот администрация Рубцовска позицию народных избранников не разделяет. По мнению чиновников, баню однозначно надо сносить. Это позволит сэкономить бюджетные средства и направить их, например, на совершенствование дорожной инфраструктуры. И все же вопрос о том, скажут ли когда-нибудь в Южной бане с легким паром, по-прежнему остается открытым. Анастасия Бертенева, Елена Аренкина, Геннадий Лабзин. Наши новости. Он видит мусор насквозь. В Алтайском крае представили новый отечественный аппарат для сортировки мусора. Создатели уверяют, такого как он в России больше нет. Он умеет отделять пластик от бумаги и способен перерабатывать несколько тонн твердых бытовых отходов в час. Накануне депутаты краевого законодательного собрания оценили, насколько способности агрегата могут помочь в проведении мусорной реформы. Подробнее Илья Кочетков. Это не музыкальный автомат, как можно подумать. Это фотосепаратор. С помощью специальных оптических датчиков он разделяет разные виды семян, орехов, даже минералов. И выбрасывает ненужное мощной струей воздуха. Отсюда и странный звук. По тому же принципу работает и новый аппарат для сортировки мусора. Барнаульская компания «Сисорт», один из немногих в России производителей подобной техники, начала разработку аппарата еще до начала мусорной реформы. Агрегат сделали с запасом. Особые камеры способны отличить не просто пластик от картона, скажем, а выделить разные типы материала. На создание ушло 15 миллионов рублей собственных средств и год работы. Бизнесмены понимали, будущее мусорной отрасли за сортировкой и переработкой. Захоронения к 2024 году не будет. А будет только утилизация, сжигание и переработка. Причем переработки 60%, значит, утилизация 40%. Депутаты АКЗС признались, первый этап реализации мусорной реформы идет непросто. Это и высокие тарифы в Славгородской зоне, и многие другие проблемы, решением которых сейчас занимаются власти. Но депутаты уверены, что уже сегодня необходимо смотреть на шаг вперед. В принципе, сегодня наша мысль, в том числе и на предприятии, она технически готова. Поэтому мы сегодня готовы в Российской Федерации, у нас в Алтайском крае, изготовить целый комплекс машин. По словам разработчиков, аппарат способен сортировать до 4 тонн, одних только пластиковых бутылок в час. Примерно столько их поступает обычно на мусорный полигон за целые сутки. Депутаты и производители надеются, что такие аппараты будут востребованы в Алтайском крае уже в ближайшие годы. А пока, сказали нам, к ним проявило интерес несколько переработчиков из соседних регионов. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. 17-этажный дом для работников социальной сферы планируют сдать в краевой столице в этом году. Возводить жилье начали полтора года назад. Темпы строительства сегодня проверяли чиновники. Кому будет отдано большая часть жилья в новом доме и когда по плану первое новоселье, расскажет Андрей Дреир. СИЗОВА 24. Теперь такой ответ должен быть на вопрос, а где на Алтае дом актера? Запомните этот адрес. Теперь сюда можно будет приносить подарки своим театральным кумирам. Шутка, конечно. Но в каждой шутке, как известно, есть и доля правды. Ведь из 126 квартир 92 отдадут работникам театров. При этом сотрудникам музеев своего жилья, видимо, придется подождать. В августе на встрече с тогда еще кандидатом в губернатор Виктором Томенко и они озвучивали свою же личную проблему. С низкой зарплатой о собственных квартирах музейщикам приходится лишь мечтать. В части музеев это не выделялось как приоритетное направление, хотя, безусловно, это направление важное. Эти люди очень ценны для отрасли. Но вот в рамках данного дома будет решен вопрос только по реставратору. Кроме 92 театралов и одного реставратора, в дом въедут еще около 47 медиков и педагогов. Жить в этих стенах они будут, пока занимают свои должности. То есть, квартиры в собственность не передаются. По контракту строительства здесь должно быть завершено уже в конце марта. Вывели полноценные все бригады по отделке. То есть, приступаем к откраске здания, приступаем к оклейке обоев. То есть, вышли на финишную прямую. На объекте, по словам подрядчика, одновременно трудится больше ста человек. Готовы к работе лифты, проведены пусконаладочные работы всего электрооборудования. Батареи уже греют. Заказчик готовится принимать объект. Сейчас принимаем работу по факту, смотрим качество выполненных работ и оплачиваем. Проблем с финансированием в данном случае нет. Строительство краевому бюджету обошлось 229 миллионов рублей. По предположительным оценкам заказчика, первое новоселье в этом доме смогут отпраздновать уже в июне. Андрей Дреяр, Николай Шилко. Наши новости. Барнаусский дворец спорта должен принять хоккеистов уже на открытие очередного сезона. В сентябре об этом сегодня заявил министр спорта Алексей Перфильев на встрече с журналистами. Он рассказал, что в мае министерство подаст также документы на включение в краевую адресную инвестиционную программу объекта Ледового дворца на проспекте Сибирском 52, каркас которого возвели несколько лет назад. Это и будет главной ареной юных хоккеистов, но минимум через три года строительства. А так как спортсменам все это время нужно тренироваться, их примет обратно дворец спорта. По словам Алексея Перфильева, это единственный выход руководства сооружения. Здесь, я думаю, у нас достаточно аргументов будет в переговорах с тем собственником. Будет это Милдерздов, либо может быть что-то там изменится и другой. Почему? Потому что мы, собственно говоря, оплачиваем лед. То есть кроме нас только никто не заплатит, а без нас новый собственник, он не выживет. Поэтому, ну, я думаю, тот бюджет, который имеет спортивная отрасль, это является весомым аргументом в переговорах с любым собственником. До сентября собственник должен провести экспертизу и устранить недоработки. Но речь о капремонте не идет. Ликвидируют исключительно нарушения противопожарной безопасности. Вопрос хоккея стал главным на встрече министра с журналистами. Перфильев также подчеркнул, что Бийской площадке копят лед стоимостью в 255 миллионов рублей в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни». Чемпионат для тех, кто любит напрягать мозги стартовал в Барнауле на базе Алтайского госуниверситета. Около 120 спортсменов со всей России, а также из Белоруссии, собрались, чтобы помериться силами в спидкубинге. Это сборка известной головоломки кубика Рубика на скорость. Сегодня первый день. Участники состедаются в базовых дисциплинах сборки на скорость традиционного кубика, а также его собратьев кубика с двумя сегментами, пирамидой и других. Чемпионат проходит под эгидой Всемирной ассоциации кубика. Имена победителей внесут в общий мировой рейтинг. Организаторы подчеркивают, каждую неделю в разных городах мира проходит до десятка таких соревнований в России спидкубинг. Сама сборка кубика Рубика очень сильно развивает мелкую моторику, логическое мышление, скорость реакции. Если ты видишь какой-то случай, ты должен его очень быстро исполнить. Во-вторых, это действительно спортивный интерес, когда участники соревнуются, кто быстрее. Доли секунды порой решают, кто победит очередной чемпионат. Самые зрелищные и массовые состязания обещают завтра. В них примут участие спортсмены в более чем 10 дисциплинах. Будет даже сборка головоломки с закрытыми глазами. Подведут итоги и назовут лучших в воскресенье. Сегодня студенты Татьяны отмечают праздник. 25 января – День памяти великомученицы Татьяны, покровительницы учащейся молодежи. Елена Кузовкина расскажет, как праздник отметили в Барнауле. Передаю ей слово. Татьяна в переводе с древнегреческого языка означает «устроительница», «учредительница». Сейчас это имя, которое воспевал не только Пушкин, но и другие поэты не особо пользуются популярностью. Любопытные цифры. Если в 90-м году, согласно статистике органов ЗАГС, было зарегистрировано почти тысячи новорожденных Татьян, то, например, в 2017-м всего 114. Хотя многим барнаульцам это имя очень нравится. Скажите, много ли у вас знакомых Татьян? Да, у меня мама Татьяна. Так. Мама какая по характеру? Строгая. Серьезная. Серьезная. Какие Татьяны, вот по-вашему? Добрые, впечатлительные, мечтательные. Да разные люди. Их характеры у всех разные получаются. То есть вы думаете, что имя не влияет на человека? Да я думаю, что нет, наверное. Астрологи утверждают, что имя влияет на жизнь человека и его судьбу. Ведь случайности не случайны. Хотя многие родители думают, что называют своих детей по принципу нравится-не нравится, а не ошибаются. У меня мама Татьяна, у меня подруги Татьяны. Мне это имя очень нравится. Самое носительницы имени. Это яркие личности с сильным характером. Хотя в них сочетаются и мягкость, и твердость, и решительность, и эмоциональность. Известно, что святая Татьяна является покровительницей студентов. И у молодежи есть добрая традиция. В этот день, естественно, не без помощи представителей церкви, молодежь освещает зачетки. А вот у представителей ГИБДД тоже есть своя добрая традиция. Здравствуйте. Расскажите, в чем суть сегодняшней акции? Мероприятие проходит под названием «Я соблюдаю, соблюдай и ты». Водителям и пешеходам вручаем вот такие тематические воздушные шары. И отрадно отметить, что большая половина участников дорожного движения сознательные граждане, которые соблюдают правила. Останавливаете машины? Просто любые на выбор или все же за какое-то нарушение? Останавливаем абсолютно все машины. Сегодня в Барнауле много всевозможных мероприятий, как много и статей в интернете о том, как имя влияет на судьбу человека, его карьеру и здоровье. Но все они противоречивые. Главное, говорят авторы, чтобы имя нравилось самому человеку. С праздником, Татьяна! Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Я думаю, Лена и меня поздравила. Спасибо большое. А в завершении нашего выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компании «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На территорию края идут морозы. В Рубцовске до 18, ниже 0. В Белокурихе 12, в Бийске 10. В Барнауле в ночное время температура упадет до 21. Ниже 0, днем пасмурно и минус 12. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин